Конфликт Алексея Чалова с Дмитрием Овсенниковым до Розда референдума Конфликт Алексея Чалова с Дмитрием Овсенниковым до Розда референдума Его инициаторы хотят задать вопрос о недоверии главе Севастополя 7. Газета «Коммерсант» номер 31 от 20 февраля 2019 года, СТР 3. Вчера в избирком Севастополя поступило ходатайство инициативной группы о проведении референдума по недоверию главе города Дмитрию Овсенникову и об обращении к президенту Владимиру Путину с просьбой отстранить его от должности В инициативную группу вошли сторонники и экс-спикера Заксобрания Алексея Чалова, который конфликтует с губернатором Инициативу поддержали депутаты Заксобрания из группы Чалова Губернатор и его пресс-секретарь не ответили на звонки и твердый знак Лидер отделения «Единой России» депутат Госдумы Дмитрий Саблин назвал инициативу провокацией Спикер Заксобрания Екатерина Алтабаева считает, что граждане имеют право на его проведение Инициативная группа граждан, в которую вошли 66 человек, необходимы минимум 50 Зарегистрировала вчера в избиркоме Севастополя ходатайство о проведении референдума На него, как сообщил глава группы, лидер движения «Защитим Севастополь» Василий Федорин Предлагается вынести три вопроса О недоверии Дмитрию Авсенникову в связи с неудовлетворительным исполнением обязанностей Об обращении в Заксобрание Севастополя с просьбой инициировать процесс выражения недоверия главе города И об обращении к президенту с просьбой рассмотреть возможность отрешения его от должности Депутат Заксобрания из группы экс-спикера Алексея Чалова Сергей Кожанов считает, что вынесение недоверия губернатору путем референдума – своевременная мера Сами депутаты выразить недоверие губернатору не могут, так как для этого нужно 16 голосов из 24, но в Заксобрании только 13 сторонников Алексея Чалова, которые могли бы поддержать такую инициативу Господин Кожанов говорит, что с губернатором Авсенниковым неоднократно пытались найти общий язык, но он на конструктивный диалог не способен А его сторонники в парламенте не учитывают интересы избирателей Если он, губернатор, твердый знак, ведет себя по-хамски, абсолютно не понимает, куда он попал, то совершенно естественно, что начинается культурная агрессивная реакция, считает депутат Дмитрий Авсенников Его пресс-секретарь Григорий Буйлов и глава пресс-службы Анна Малышка на звонки и твердый знак не ответили Запрос «твердый знак» в правительство города также остался без ответа Почему конференцию Севастопольской Единой России готовят без участников затяжного конфликта? Побывавший в конце января в Севастополе секретарь Генсовета Единой России Андрей Турчак назвал ситуацию в городе непростой Из-за конфликта Алексея Чалова с Дмитрием Авсенниковым, мы стали свидетелями затяжного конфликта между исполнительной и законодательной властью города На этот факт мы не можем не обращать внимания С конфликтом и предстоящими в сентябре парламентскими выборами было связано смене руководства регионального отделения и О. Секретаря в январе был назначен депутат Госдумы Дмитрий Саблин Апогея конфликт, напомним, достиг в 2018 году, когда правительство Севастополя решило остановить реконструкцию Матросского бульвара, которую спонсирует благотворительный фонд 35-я береговая батарея Его связывают с именем Алексея Чалова Избирком в течение 15 дней должен принять решение по ходатайству Если документы не будут противоречить закону, то инициативу перенаправят в ЗАГС Собрание, которое должно рассмотреть ее в течение 20 дней Член инициативной группы, входящей в общественную палату города, Алексей Процко отметил, что если референдуму дадут зеленый свет, то инициаторам необходимо будет собрать 2% подписей избирателей Их чуть больше 300 тысяч, то есть нам надо будет собрать около 7 тысяч подписей В избиркоме твердый знак сказали, что комментарии будут только по итогам рассмотрения ходатайства Как конфликт между ветвями власти в Севастополе вошел в острую фазу Спикер Севастопольского ЗАГС Собрания Екатерина Алтабаева, которая считается сторонницей Алексея Чалова, сказала твердый знак, что, если документы на референдум соответствуют букве закона, отказать в его проведении депутата не могут Если все соблюдено, то это право граждан вносить инициативы Дмитрий Саблин считает инициативу сомнительной Это все провокации идут, которые совершенно не нужны Севастополю По его мнению, есть масса цивилизованных и законных способов влиять на действия исполнительной власти и один из них работа отделения партии власти, в которую он проводит перезагрузку Надежда Исаева, Севастополь, Иван Синергиев Продолжение следует...